сегодня мы с вами поговорим о семье и конечно каждый из нас понимает насколько это важная ячейка нашей жизни вот вопрос в том как нам подготовить своих детей потому чтобы они правильно вступили в брак а кто еще сам не вступил в брак то самому подготовиться кэш в первую очередь я считаю что нужно вот что отметить существует правильное представление о браке и существует миф о браке вот правильное представление о браке она содержится прежде всего в традиции основным носителем традиции для русского человека является православная церковь потому что это единственный институт если говорить языком каких-то общественных понятий которые существуют непрерывно на протяжении тысячи лет на нашей земле нет по древности еще какого-нибудь общественного института который выжил бы и имел бы такое огромное влияние на людей и сегодня а вот миф о семье по сути каждый человек имеет свою мифологию свое представление и есть конечно же мифы которые поддерживаются определенной идеологией конечно сегодня вряд ли можно сказать что существует какая-то государственная идеология как это было раньше скорее может быть этот миф поддерживается сегодня сегодняшним мироощущение современника нашего может быть каким-то мировоззрением в начале я отмечу что существует первый миф о семье это так называемый гражданский брак вот гражданский брак мы на прошлой лекции говорили об этом но сейчас я только хотел бы отметить что гражданский брак на самом деле браком не является это имейте ввиду сожительство мужчины и женщины без официальной регистрации в загсе но нужно понимать что на сегодняшний день уже не только общественное мнение считает это браком но и даже юридически в некоторых случаях такой брак считается браком то есть если мужчина и женщина прожили продолжительное время то в принципе если начинаются какие-то сложности в отношениях то конечно рассматривают сожители как мужа и жену я имею ввиду юридически но с другой стороны существует знаете как вот один мудрый человек сказал определенные иллюзии касающиеся этого брака гражданского что муж иллюзорно чувствует себя свободным в этом браке а женщина иллюзорно чувствует что она в браке конечно иллюзия это это всегда утопия потому что она ни к чему положительному не ведет просто человек в таком браке он может себя обманывать и говорит что это брак потому что люди вокруг будут говорить ему о том что это брак но в какой-то момент люди могут легко расстаться и в принципе этого никто не заметит то есть как бы уйти с этого брака легко как один замечательно мудрый человек сказал что это брак с открытой дверью то есть можно всегда уйти конечно с этим будет очень много связано каких-то психологических возможно проблем у человека мы говорили о том что официальный брак который зарегистрирован в загсе он является для церкви тоже законным браком законным это значит что церковь не считает этот брак блудным сожительством но существует и венчание вот венчание это когда люди переходят из официального брака на более возвышенную ступень взаимного сожития когда они считают свой брак прежде всего браком заключенных на небесах а вернее сказать для небес потому что как-то свифт сказал такие слова они очень красивые слова я думаю что вы их запомните эти слова он как бы спрашивает а что будут делать на небесах и отвечает мы не знаем что люди будут делать на небесах потому что об этом не говорится в священном писании и более того господь говорит что это великая тайна и она сокрыта от глаза человеческого от сердца от уха человеческого но далее он продолжает свою мысль и говорит но мы точно знаем чего они там делать не будут помните слова из священного писания чего они там делать не будут вступать в брак они не будут жениться и выходить замуж следовательно то что мы заключили здесь это уже навсегда это навечно и конечно же мы восторгаемся всегда прекрасным браком потому что в браке мы чувствуем как человек приобретает защищенность в браке он крепнет он формируется как сильная личность я имею ввиду в хорошем браке настоящем браке знаете есть даже такие замечательные слова вот в рассуждениях одного благочестивого дворянина он говорит что в браке жена воспитывает своего мужа вот он в данном случае говорит совершенно в положительном тоне именно о том о чем он говорит и вот вы знаете для нас возникает вопрос а как же так муж то глава семьи и соответственно и глава и жены в том числе но вот жена воспитывает своего мужа и более того она должна этим заниматься продолжает он свою мысль должна воспитывать своего мужа но для того чтобы понять эти загадочные слова для этого нужно понять что женщина она не только жена в браке она мать и вот когда она созидает в себе качества материнские то эти качества материнские эти свойства материнские она распространяет не только на детей она распространяет на все буквально что ее не окружают окружают и иван скажем домашними животные и на них она тоже распространяет свое материнство свою свою заботу, свою любовь. И, конечно же, она распространяет материнство. Материнство, оно в первую очередь направлено на то, чтобы воспитать. И вот обратите внимание, что «воспитать» — само слово имеет корень «питать». «Питать» — это значит «кормить». То есть это не просто преподнесение каких-то знаний, какой-то информации. Воспитание — это совершенно другое. Более того, вот эта приставка «воз» нам указывает, скажем, на какое-то возвышение. Вот «возвысить», «воспитать», «восполнить». И вот «воспитать» — это не просто напитать, а питать таким образом, чтобы этот человек восходил от силы в силу через это воспитание. Это значит, что женщина, мать в каком-то смысле должна воспитывать своего мужа, вернее сказать, в том смысле, чтобы даже подобрать ему друзей. Может быть, это звучит несколько необычно, подобрать друзей для своего мужа. Ведь, понимаете, когда я говорю об этом, то я в первую очередь вспоминаю о том, что жена, она является хранительницей очага. А вот хранительница очага... А что такое очаг вообще для древнего человека? Очаг — это свет, это тепло, это пища, которая готовится в очаге. Вот Цицерон еще в свое время возгласил, как такой патриотический лозунг, за алтари и очаги. То есть самые основные святыни всегда для человека были, разумеется, религиозные святыни и святыни семьи. И вот жена, она должна быть хранительницей очага. А хранить очаг... Вот как его можно хранить, этот очаг? Во-первых, нужно быть всегда возле этого очага. Очаг нельзя покидать. Что если покинет хранитель очага очаг, он потухнет. И не будет тепла, будет холодная пещера. Семья останется без пищи. И вот поскольку к очагу, как говорит нам Писание, не всякого подпускаю. Другими словами, Соломон говорит, не всякого пускай в дом твой. То есть дом — это место, где происходит таинство. Таинство общения. Мужа и жены, отца и детей. И вот это место, это, знаете, как в алтарь. Не каждый имеет право войти. В алтарь входят посвященные люди. Это значит, что для того, чтобы входить в алтарь, они каким-то образом готовятся. Готовятся и через образование, и через какие-то воспитательные нормы, и так далее. И вот для того, чтобы войти в чью-то семью, в чей-то дом, для этого женщина, она как бы с особым чувством, кто может вообще войти в этот дом. Вот мужчина, он как бы не чувствует до конца этого. Потому что мужчина в основном сам приходит, как квартирант и гость. Ну, так случается, потому что мужчины в основном находятся за пределами дома. Это связано с тем, что они зарабатывают деньги. А особенно, если взять, скажем, моряка дальнего плавания. И вот женщина, она чувствует своей душой. Вот кто войдет в дом и не испортит эту атмосферу уюта домашнего, любви, понимания, такое согласие. Вот она говорит мужу всегда, знаешь, Василий, вот не надо вот этого человека вводить в наш дом. Потому что, когда смотрят дети на этого человека, они начинают смущаться. Вот, они ведь считают, что если он впущен в этот дом, значит, ну, к нему, вот к его слову нужно прислушиваться, к его образу мышления, взгляда на жизнь и так далее, и так далее. И в этом смысле жена выполняет вот такую функцию воспитателя по отношению к своему мужу. и когда мы говорим о мужчине, ну, давайте мы как бы зашли очень вперед. я как бы так начал рассуждать с того, что называется Бог не послал сейчас для моей души. Но вот хотелось бы все-таки более последовательно посмотреть на то, как нужно молодому человеку подготовиться к браку. во-первых, если идет речь о православном человеке, то для него, конечно же, самое главное это, чтобы, во-первых, он сам должен обладать системой ценностей православных. Вот у него она должна быть четкая. Вот вы знаете, когда человек учится в школе светской, у него тоже формируется какая-то шкала взглядов, мировоззрения, мироощущения. Вот раньше дети выходили из советских школ, скажем, атеистами, потому что именно это закладывали в советских школах им учителя. И вы знаете, даже те предметы, которые вообще никогда не говорили о том, что Бога нет, они преподносили таким образом, что ребенок, изучающий физику, скажем, или русскую литературу, он приходил к выводу, что Бога нет. Но на самом деле мы знаем ученые, истинные ученые, это люди, те же физики, которые всегда понимали, что премудро мир устроен. И этот мир кто-то устроил, Бог, и они приходили к выводам и размышляли, тот же Паскалит, это не только был физик, но он был глубоким, даже я бы сказал, богословом. Достаточно почитать его богословские произведения и тот же Ньютон. И вот, а уж если взять наших писателей, русских писателей, так они, что называется, всегда поднимали какую-то вечную проблематику. И вот, когда мы говорим о молодом человеке, о православном человеке, то его в первую очередь должно характеризовать наличие этой системы ценностей православных. Он должен понимать, как-то старцы Паисия спросили, отче, а вот мне лучше вступать в брак или мне принять монашество. Вот человек рассуждал, молодой человек, естественно, он размышляет о жизни, он не знает, что лучше для него, потому что, может быть, есть влечение к тому и к другому. Разные бывают молодые люди. И он сказал такие слова. Говорит, неважно, или ты станешь монахом, или ты вступишь в брак, самое главное, чтобы для тебя основной ценностью твоей жизни был Христос. Чтобы ты знал, что именно Христос дает всему смысл. Потому что мы, вот люди, люди, живущие в этом мире, мы дети Адама, да? А вот Адам, как известно, он что сделал? Он согрешил. Он внес некую деструктивность в историю человека. И вот, по сути, все то, что есть в истории человечества, это то, что сделал Адам для истории. Если бы он не сделал ту роковую ошибку тогда в районе, то все было бы по-другому. Но вот христианин это последователь, это, вернее сказать, брат и сын одновременно нового Адама. Потому что Христос это новый Адам. Вот Христос человеку дарит уже новую систему ценностей. И вот молодой человек в первую очередь он должен накапливать понятие о смысле жизни. Вот если он будет накапливать эти знания о смысле жизни, то тогда он будет знать, что вот цель моей жизни в этом, смысл моей жизни в этом. И уже исходя из того, что является целью и смыслом его жизни, он будет делать надстроечные ценности. То есть помните по философии есть базисные ценности, а есть надстроечные ценности. Вот мы должны в первую очередь поработать над тем, чтобы создать именно базисные ценности. Вот для христианина они очевидны в возлюбии Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душею твоей, всем разумением твоим. Все есть первая и наибольшая заповедь, вторая заповедь в возлюбии ближнего, как самого себя. Вот обратите внимание, такая интересная вещь получается, особенно если вчитываться в буквальный смысл этой первой заповеди в возлюбии Господа Бога твоего всем сердцем, всей душей, саморазумением. Вот когда идет речь о том, что всем своим существом мы должны возлюбить всем, то у нас возникает вполне логический вопрос, а поскольку современник это в основном человек, который пытается логически оценивать этот мир, то он в затруднительном весьма положении оказывается. Если всем своим существом, так а место для кого-то еще останется или нет? останется ли вообще место для людей, кого я тоже люблю? И вот здесь очень вы должны понять, мне сказать, есть правильный ответ. Вот правильный ответ, что мы сможем любого человека правильно любить только в Боге, потому что для Бога все люди существуют как дети. Помните молитву Отче наш, Он Отец наш, а следовательно все люди Его дети, а раз все люди Его дети, то скажите мне, какой Отец нормальный будет размышлять о своей жизни вне своих детей? Он может выстраивать свои жизненные перспективы вот так без детей, абстрагируясь от того, что у него есть дети, может скажите мне, пожалуйста? Нет, конечно же. Нормальный Отец всегда будет выстраивать свою жизненную перспективу с учетом того, что у него есть дети. И вот когда мы говорим, что мы должны возлюбить Бога всем своим существом, не оставляя как будто место для людей, дорогих для нас людей, то мы должны понимать, любя Бога, мы будем всегда любить человека, потому что Бог настолько любит людей, вот почему он нам не говорит, что любите врагов своих, вот почему он говорит эти слова, потому что наши враги, это все же его дети, понимаете? то есть это мы можем как-то дифференцированно подходить в свой чужой, а для Бога нет, для него все свои, и вот если человек начинает созидать внутри себя такую систему ценностей, то скажите, он будет отличаться от того человека, который перебивается взглядами в своей жизни, вот скажем, мирской человек, молодой человек, вот сегодня он посмотрел фильм какой-то, и вот он увидел какого-то там, скажем, супермена, и он сказал, вы знаете, вот мне он нравится, мне нравится этот киллер, знаете, почему, говорит молодой человек, я помню эти слова одного молодого человека, мне нравится этот киллер, потому что он очень спокойный, сдержанный, уравновешенный этот человек, ну помните, каким образом Голливуд преподносит своих героев, особенно киллеров, они как бы основные герои, вот так уж получилось, так вот, одна интересная деталь, я хотел бы ее отметить, когда я был тюремным священником в нашей Керченской тюрьме, однажды мне один заключенный сказал, мне сказал, ответил на мой вопрос, я спросил его, говорю, а вы не подскажете мне, вот у моих знакомых ребят, киллеры являются вот такими вот героями, вот, и почему объяснил, что вот они такие вот уравновешенные, хладнокровные, как им показалось спокойные, она говорит, батюшка, знаете, что скажите этим молодым людям, вы скажите им то, что киллер это мертвый человек в душе, а мертвый человек, он без чувств всяких, у него ничего уже нет, у него все умерло, и поэтому он не потому спокойный, что он спокойный, уравновешенный, а потому что мертвецы, как известно, молчат, настолько, говорит, умирает душа после страшного преступления, что ты холодный, отмороженный, но всем остальным вокруг кажется, что ты уравновешенный, вот, понимаете, это первая иллюзия молодого человека, ему мир, вернее сказать, им мир воспринимается в первую очередь с внешней стороны, помните, всем известные пословицы, встречают по одежке, встречают по вот этому, знаете, имиджу, вот сейчас есть вот такие имиджмейкеры, которые работают прежде всего над тем, как вот именно вот так вот сделать таким вот привлекательным прежде всего вот этот именно имидж, лицо, для того, чтобы быть влиятельным и успешным, но если мы вступаем в брак, то для нас важна только внешняя сторона или для нас важна какая-то другая, ну скажем, может быть, если мы с кем-то общаемся на работе, достаточно может быть и действительно иметь какую-то только внешнюю привлекательность для того, чтобы успешно работать, я пока как бы оставляю без ответа, просто как рассуждение. Но вот когда молодой человек даже имеет уже, скажем, четкую систему ценностей, и не просто четкую, а действительно правильную систему ценностей, конечно, он будет воспринимать через эту систему ценностей, но для молодого человека просто в силу его такого молодецкого устроения особой конституции душевной. Вот ему все же сложно разобраться, если он встретится с своей Джульетой, вот ему будет сложно разобраться, это она или это не она. И вот поэтому мы как бы вначале дифференцируем такие понятия, как влюбленность и любовь. Вот влюбленность она имеет определенные признаки. Вот первый признак это пылкость чувств, яркость чувств. Вот молодой человек, который увидел красивую девочку, здесь даже такой, знаете, афоризм такой, ошибаются, говорят, те, кто полюбив ямочку на лице у красавицы женится на всей девушке. Вот действительно человек может настолько впасть в какое-то вот обаяние, прелесть относительно красоты, очаровательности девушки, и это может быть серьезным таким, знаете, аргументом для того, чтобы вступить с ней в брак. Затем давайте разберем пылкость чувств, в чем она проявляется. пылкость чувств, человек часто даже говорит, молодой, ну вот я хочу жениться, потому что она, ну вот она, она настолько красива, и я вот питаю к ней вот чувства, вот мои чувства горят. Вы знаете, есть такие замечательные слова у Гиппократа, он говорит, что вот любовь молодых людей, она, знаете, как лихорадка, но Гиппократ все-таки был медиком, вот, и он может быть слишком по-медицински все оценивал, он говорит, что для лихорадки характерно, первое, вначале все начинается жаром, а заканчивается сильным ознобом и холодом, остужением. и вот пылкости чувств нельзя доверять, потому что вот этот жар, который человека мучает, а это действительно поэзия нам говорит о мучениях любви, но в данном случае, когда идет речь о мучениях любви, то скорее идет речь именно о чувственности. И как я уже сказал, это первая характеристика именно влюбленности. Вот вторая характеристика влюбленности это когда человек любит за что-то, вот за какие-то особенности, за какие-то я бы сказал характеристики. Вот молодой человек влюбляется к примеру в ну понятное дело в красоту, там красивые волосы, красивое лицо, фигура, все то, что сейчас на глянцевых журналах популяризируется и конечно же это как бы можно сказать и культивируется, потому что если это везде и всюду, так это становится определенным уже культом, и никто даже не подвергает сомнению, что это не самое главное в человеке. И вот за вот это что-то человек очень часто цепляется очень сильно и он становится буквально одержимым. Значит, дальше третье качество характеристики, вернее сказать, влюбленности можно сказать это вот знаете вот эгоизм человека. Вот эгоизм, эгоцентризм, ну а если перевести вот на все-таки на наш русский язык, это самовлюбленность вообще, эгоизм, эгоцентризм. Это значит, что человек вот считает, молодой человек, что у меня должно быть лучше, чем у других. Потому что я-то ведь лучше и тем более особенно если ему буквально все масс-медиа говорят об одном, что ты этого достоин. Вот если я этого достоин, значит, у меня все должно быть лучше. И вот он обязательно будет конкурировать своим приятелем, он будет сравнивать обязательно свою подругу с своим приятелем. А какая у него? И он, я думаю, что сейчас многие молодые люди даже имеют определенные, скажем, такие вот, знаете, тесты на красоту лица, на красоту тела. То есть это такие три основные, я бы сказал, характеристики влюбленности. А вот давайте поговорим о любви. Вот какие характеристики у любви? Вот первая характеристика любви. А вы знаете, здесь вот что важно еще отметить. что молодой человек вряд ли сможет все-таки по любви найти свою свою невесту. Вряд ли это возможно, потому что молодой человек, ну, в большинстве случаев он все-таки поверхности достаточно. Все-таки, особенно сейчас нужно учитывать ментальность нашего молодого человека, как один из писателей сказал, что они спешат сейчас жить, спешат сейчас ощущать, так и не научившись чувствовать. вот это, понимаете, спешка, мы видим, что 17-летняя девушка порою выглядит, вот ее имидж, вот этот, да, образ, выглядит, как будто ей уже, вы знаете, по 30. то есть нет вот этой чистоты взгляда, чистоты поведения и так далее. И вот если мы говорим о любви, конечно, у любви есть свои характеристики, в данном случае я говорю о любви по отношению к невесте или жениху. Любить это значит, первое, наверное, жертва, научиться жертвовать. А разве можно жертвовать до брака? То есть именно в период поиска своей невесты. Это вообще возможно? Вы знаете, я думаю, сейчас такие невесты, что они готовы уже пожертвовать, понимаете, в семье вся, вот, только ради того, чтобы вступить в брак. Знаете, есть тоже такое выражение мудрое, мужчина женится, тогда, когда он влюбился, мужчина женится, да? А вот женщина влюбляется для того, чтобы выйти замуж. Почему? Потому что женщина считает, что обязательно она должна выйти уже за очень сильного человека. человека. С одной стороны, это правильно, он должен обладать, мужчина настоящий, какими-то такими качествами. Но она порой в себе пробуждает какие-то особые чувства любви, только бы выйти замуж. Уж замуж не втерпешь. И, конечно, никому не хочется оставаться, особенно в наше время старой девой, или как там сказать. Так вот, когда мы говорим о жертвенности, если до брака, как вообще вот, знаете, здесь, наверное, вот еще такое рассуждение уместно. Когда мы общаемся с людьми, и если мы хотим понравиться очень сильно человеку, ну, в данном случае это естественно, он хочет понравиться ей, она хочет понравиться ему, и поэтому сейчас женщины готовы подавать руку мужчине, когда он выходит с машины. Раньше было наоборот, когда с дилижанса выходит, дама, он впервые, может быть, прикасался к ней, а так даже не прикасался. Нет, я не потому, что очень критикую женщин сейчас, нет. Просто, вы знаете, сейчас, мне кажется, вот эта проблема именно до брачных отношений плотских, она как бы немножко осуждает женщин, потому что, знаете, есть такие очень грубые выражения относительно вот этих отношений до брака. раньше говорили, есть Иисус, а не того, то кобель не это. То есть, все как бы начиналось все-таки с женщины. И если уж, конечно, это произошло, то, конечно, где-то виновата она. И поэтому ей приходится отрабатывать иногда. Приходится отрабатывать, потому что она уже встала на этот путь. И терять как бы звезду свою, конечно, не очень хочется. но и у него складывается определенное отношение к ней. То есть, побеждать уже никому не нужно. И вот, понимаете, вот жертвенность, вот в данном случае, вот как до брака проявить жертвенность? Потому что все друг другу хотят понравиться. В данном случае это не жертвенность, это опять-таки, знаете, вот такое вот умение, умение просто быть вот таким вот хорошим. И человек порой ну настолько вот он, знаете, становится другим. Вот если, скажем, там молодой человек приглашает свою избранницу к себе домой, и может быть он месяц уже не убирал в своей комнате. И вот перед тем, как ее пригласить, конечно же, мама как бы не нарадуется, смотрит. Вот что-то Петю подменили совсем. Чем это связано? Это потому, что он сегодня пригласил свою девушку домой. но на самом-то деле Петя таким не является, носки везде валяются по квартире, только в этот день, но потом, когда он вступит в брак, носки будут валяться по квартире. Значит, человек просто играет роль. Вот эта игра, понимаете, помните известное выражение «Весь мир игра». Все играют. Вот даже взять тот же гражданский брак, это ведь тоже игра в брак, игра в брак, потому что никто на себя серьезные ответственности за свои действия не хочет брать. Никто ведь не хочет брать. Говорят, ну вы знаете, начинают причем так пафосно рассуждать, когда говоришь, ну вы же пойдите заключите официальный брак. Ну о чем вы говорите, батюшка? Разве для любви самый главный штамм? И поэтому сейчас звезды особенно, как их называют звезды, я не знаю, или они сами себя так называют, или их называют так. Вот эти звезды, в основном звезды эстрады, вот они с удовольствием делятся своим опытом гражданского брака с разъявами, я бы сказал так, потому что они, наверное, вот только всерьез их воспринимают. Вот они рассказывают о том, как они счастливы в гражданском браке. Знаете, брак, это, говорит, очень хорошая вещь, поэтому брака нужно, браков нужно было, должно быть несколько. Поэтому, говорит, это уж не такая страшная вещь, можно вступать в них достаточно часто. То есть, получается, что брак такие люди всерьез не воспринимают. Они воспринимают просто определенные удобства, связанные с этим гражданским браком. Но потом, если что, то, конечно, всегда можно уйти. И вот, если мы дальше продолжаем размышлять о жертвенности, конечно, здесь нам ряд ли проявить. Потом, вы знаете, в браке любят не за что-то. Вы знаете, вот если влюбленность это за что-то, то в браке не за что-то. В браке любят личность. Вот если тот молодой человек, который влюбился, и у нее было вот все идеально, вот если брать так, скажем, физическое, ее облик физическим, то со временем, понятное дело, роды, вот, там еще старость и так далее, все это подходит постепенно к человеку. И что же, во что превращается часто образ, не сказать, вот женское тело? конечно, оно немножко деформироваться начинает, может быть, теряет то изящество, морщинки начинает, мне старость бороздит морщины и так далее, и так далее. И получается, если я любил за что-то, а это что-то, вот эти качества, характеристики теряются, то что тогда? Может быть, и любить уже не нужно этого человека. И поэтому любить в браке нужно не за что-то. И вступать в брак нужно не за что-то. Потому что это что-то теряется. И вообще все, что угодно может потеряться. Я не говорю уже о каких-то телесных качествах. Это могут быть даже свойства ума. Человек, скажем, потерял рассудок. Если за ум, скажем, девица любила своего молодого человека. Или, скажем, за финансовое положение его любила. Или за влиятельность в обществе. Не знаю. Все же это можно потерять. Любые характеристики может человек потерять. Поэтому любить, если мы говорим о любви, то любит не за что-то. Вот разве мать любит за что-то своего ребенка? Нет. Она любит его за что? За то, что он свой. Он мой, он родной. И вот когда мы говорим, что мы должны любить не за что-то, то мы должны прежде всего понять, что муж и жена это одноплоть. Значит, если это одноплоть, за что любит нога свою другую ногу? За то, что она более спортивная? Или за то, что она покрепче? Нет, просто потому, что она своя. и если что-то случается, какой-то перелом с ногой, то мы же, а, ну вот, все, она сломалась, она сейчас не такая прочная, не такая, скажем, сильная, нужно ампутировать ее. Но ведь не так мы решаем вопросы, связанные с тем, что связано с нашим телом. если мы воспринимаем нашу половинку как собственную часть собственного тела, единая плоть. То есть, мы всегда будем бороться за выживание. И если одна нога пострадала, то вторая нога как бы чувствует свою ответственность, если можно так образно говорить, и она, конечно же, будет стараться нести эту ногу, и весь организм будет работать над тем, чтобы как меньше, чтобы она чувствовала боль, когда она будет соприкасаться с поверхностью. И вот когда мы говорим об одной плоти, то мы говорим именно в такой категории, что если это свое, и какое бы оно ни было, оно свое, то мы любим вот это свое, не потому, что оно сильное и очень качественное. Это одно. вы знаете, я думаю, что если продолжать этот как бы образ, аналогию с одной плотью, то мне кажется, вот единая плоть вот тогда, знаете, вернее сказать, не тогда, когда вот, знаете, две руки, к примеру, моют себя. Помните, вот моем под умывальником, моем. это легко, или кремом мазать. Понимаете, конечно, одна будет рука благодарна другой руке за то, что она моет ее. Знаете, когда говорят не особенно, не особенно хороших отношений между людьми, то говорят, рука руку моет, мы знаем, рука руку моет. Поэтому они там все у них в порядке. А вот когда одна рука берет в руки резец, а другая рука берет, скажем, доску, и вот когда одна держит, а другая вырезает, то мы говорим здесь уже о слаженности действий. Здесь это не просто, понимаете, мы делаем хорошо, и за это мы тоже получаем хорошо. Здесь у нас уже получается цель. Мы проявляем некое мастерство. И когда мы говорим о браке, именно как единой плоти, то в первую очередь мы должны говорить о слаженности действий. Почему? Потому что всегда у тела должна быть одна цель, смысл ее существования, совместность действий, помогать друг другу. И нельзя, конечно, не отметить еще важного качества в любви. Это вечный союз. Вот если, скажем, у молодого человека срабатывает какой-то рефлекс, ну вот сейчас пообщаюсь, а потом жену буду все-таки искать где-то в другом месте, вот сейчас найду себе где-нибудь там в баре, какую-нибудь такую, с которой можно провести ночь, понимаете? мы видим, что здесь вот такой временный потребительский характер, знаете, как пищу, вот, покушал, и все, и потом известно, что с пищей. И вот понимаете, вот, когда люди любят на самом деле, они ориентируют свои отношения на вечность, они понимают, они одно целое, и они должны прожить вечно, и вот там этот союз будет продолжаться за пределами гроба. И поэтому и говорится, что любовь как смерть крепка. Сказать другому человеку, что ты его любишь, это значит сказать ему, ты никогда не умрешь. И когда человек все-таки умирает, половинка умирает, то этот человек носит в своем сердце любовь к этому человеку, он будет всегда молиться за этого человека. Он никогда не умрет, он умрет для истории, для всех умрет, но он не умрет для любящего сердца, потому что это одно целое, одна плоть. Вы знаете, я не так давно разговаривал с своим родственником, у которого отрезали две ноги, у него гангрена. И вот я его спросил, говорю, а правда ли, вот я когда-то слышал о том, что человек ощущает фантомно свои ноги, вот, ампутированные, он говорит, да, я их постоянно ощущаю. И вот, вот, если это одно тело, и моя половина ушла уже за пределы этого мира, я все равно буду ее ощущать, как эти ноги, которые отрезаны у человека. И вот человек, вот, обратите внимание, вот он с одной ногой, какой он? Он постоянно, он уже нуждается в костыле, понимаете? Он уже вот все, вот это одно целое, тело, помните, как на белорусском языке звучит цело? Вот это, понимаете, единое целое, вот оно должно быть в нашем сознании, и брак должен, как одно целое. Мы не должны мыслить по-другому, вне этой целостности. И когда молодой человек подходит именно с таким взглядом на жизнь, то есть понятное дело, он не может где-то, понимаете, у своих сверстников одолжить эту систему ценностей о любви, потому что его ребята скажут, то, о чем мы говорили, они будут любовь отождествлять с влюбленностью, и в этом будет серьезная ошибка их жизни. И из-за этого они сделают ошибки. И вот здесь должен быть родительский совет, но и родители не всегда имеют положительный опыт семьи. Если они не имеют этого положительного опыта семьи, то возникают серьезные затруднения у молодого человека или девушки, которые хотят вступить в брак. И вот здесь без традиционной системы ценностей человек не может сделать правильный выбор. Мы уже говорили о том, что нужно искать невесту не в хороводе, а в огороде. Нужно пойти молодому человеку потрудиться и познакомиться в первую очередь с родителями его будущей жены. Он должен познакомиться. И если он увидел, что она грубит своей родительнице, то он должен убежать от него, хотя она по виду Василиса прекрасная, как от избушки на курьих ножках в конце концов. Потому что это ужасно, когда она позволяет себе оскорблять мать, грубо с ней говорить. А ведь она будет моей женой, а на результате матерью моих детей. Чему же она сможет воспитать моих детей? Конечно, нужно смотреть на все то, что важно, когда невеста станет женой и матерью, хозяйкой. Вот на греческом языке домохозяйка звучит как экономиса, икос дом номос закон. То есть вот она экономиса, она должна быть хозяйкой, она все хозяйство на ней. И где можно узнать, что она будет хорошей хозяйкой? Только посетив семью. Но бывает так, что вот знаете, бывает у родительниц, особенно вот тех времен, такой вот комплекс, что вот все лучшее детям, и говорит, вот мы не получили этого, была война, были годы сложные, тяжелые, поэтому, конечно, я тружусь, а моя пусть девочка отдохнет. И вот эта девочка, которая уже желает вступить в брак, у нее нет абсолютно представления о том же, как вести домашнее хозяйство. Почему? Потому что вот мама не потрудилась привить качество хозяйственности своей дочери. это важно. Одним словом, важно окунуться в семью. Но, вы знаете, очень сложно бывает еще как бы увидеть все это, увидеть все это молодому человеку, потому что он, как мы уже говорили, очаровался красотой, телом, он уже ведет очень насыщенную сексуальную жизнь своей партнершей, как это сейчас принято не без пафоса говорить. И вот традиция говорит совершенно нам о другом. Она говорит нам о том, что до брака минимум год они не должны иметь физической близости. почему? А потому что они должны подружиться за этот год. И вот в лучших семьях дворянских мужья называли своих жен друг мой. И вот на украинском языке дружина супруга. Она должна быть другом. И вот получается, что если они вот уже притерлись, как говорят, вы знаете, нужно попробовать, подойдем мы друг другу или не подойдем. И вот пока они пробуют, они вряд ли смогут подружиться. Потому что, потому что, вот эта проба, она очаровывает их таким образом, околдовывает. Они в плену страсти, пылкости своих чувств. И они уже не в себе. О какой дружбе вы говорите? Разве женщина может быть другом, говорит молодой человек? Разве верите в женскую дружбу? именно об этом часто говорят молодые люди. Как они глубоко ошибаются? Именно жена должна быть первым другом. Вы понимаете, что произошло тогда, когда согрешил Адам и Ева? они были ноги до греха, до грехопадения. И при этом они не стыдились друг друга, несмотря на свою ноготу. Они были без одежды. Видимо, какая-то светоносная одежда облекала их. Потому что человек, понимаете, святой человек, он не просто, понимаете, скажем, голенький. Святой человек, это человек, который излучающий, это источник света. Почему святость всегда именно ассоциируется у нас с светом, свят, свет. Что-то было, видимо, какое-то излучение. Он был облечен в эту светоносную одежду. И вот когда они не стыдились друг друга. И вот когда они согрешили, то что они первые увидели? Что они ноги и они себе сделали одежду и потом Господь им сделал одежду. Как бы в два этапа произошло одевание. И вот важно что? Что если он, помните, когда Ева была створена из ребра, из плоти Адама, то что Адам сказал, воскликнул, когда увидел ее? Она плоть от плоти моей, кость от костей моих. Она моя часть. И поэтому, а раз я себя могу стыдиться? Не, ну, конечно, если я делаю что-то неправильное, я буду стыдиться себя. Это нормально. Но себя-то как вот в чем мать родила, я как бы стыдиться не буду, конечно, перед самим собой. Это естественно. Но я мог разве стыдиться свою половинку? Ведь слово пол, половинка, пол, часть. И обратите внимание, какое интересное совпадение. Пол это что, половинка, да? А вот есть другое слово, которое говорит абсолютно о другом, полнота. То есть половинки составляют что? полноту, целостность. И вот получается, когда он смотрел раньше Адам правильными глазами на свою Еву, он не стыдился. Но вот когда грех совершился, вот эта трещина, вот это произошла некая ампутация через грех. потому что помните, что Ева сказала, что это змей, который, вот он виноват, а Адам что сказал? Это жена, которую ты мне дал. Вот грех. То есть он, понимаете, себя уже дистанцировал от нее. Это она, вот она такая плохая. Но это в принципе проявление любого греха. Это кто-то виноват, но не я. И вот что мы дальше говорим? Что в браке происходит воссоединение, происходит именно созидание вот этой целостности. И вот каким образом оно может вот это созидание целостности произойти? Оно может только одним путем. Через то, как говорил Ирине Ирине Леонский святой, он говорил, что жена это альтер эго, это второе я. Это мое я, через которое я выражаюсь, как один из немецких философов сказал замечательно, что брак, любовь настоящая, это жизнь двух личностей, как в одной личности. Вот вы знаете, я еще как бы поделюсь такими размышлениями. человек пытается всегда выразить себя, он выражает через словесное искусство и вы знаете, через слово он не всегда может до конца выразить, он начинает выражать себе через живопись, через музыку, Вот много существует форм искусства, и человек пытается через эти формы себя выразить. Он выражает, выражает себя, и в какой-то момент он приходит в тупик. Я не до конца могу себя выразить даже через это. И всегда чувствует какое-то несовершенство и недоделанность. Любой великий Творец, он уходит с этим чувством незавершенности, недоделанности. И вот когда он вступает в брак, если настоящая любовь, он понимает, что только через жену или через мужа возможно до конца выразить себя. Потому что она всегда дополнена, она всегда даст жизни полноту. Мы порознь, половинки, и только вместе мы полнота и целая. И вот для того, чтобы вступить в брак со своей будущей женой и матерью своих детей, я должен ее воспринимать как достойного человека. Как друга я должен воспринимать. И вот для того, чтобы я воспринимал ее как друга, я должен подружиться с ней. Я должен увидеть в ней благородство качества. И вот для того, чтобы я смог это сделать, я должен прежде всего избавиться от зависимости, на которую я могу подсесть. А это прежде всего страсть, плотская страсть. И вот когда люди дружат, когда они общаются как человеки, они общаются, как знаете... И вот получается, когда вот они общаются как люди, вот тогда он начинает для себя отвечать, оказывается, женщина может быть другом. И она в первую очередь друг мой. Не где-то мои друзья, там, в пивном баре, где я могу излить душу, потому что вот мужская дружба, а женская... И он здесь только начинает понимать, как прекрасно вместе дружить, как хорошо дружить со своей женой, пока еще невесты. И вот когда они вступают в брак, то плотские чувства, плотская любовь, она будет всегда выражением уже чего-то большего. Это не будет насыщение друг другом. Это не будет какое-то, понимаете, пир, наслаждение и так далее. Конечно, все это возможно, и все это допустимо. Брак честен, говорит нам Писание, и ложи нескверны. Близость плотская не оскверняет супружеская ложа супружеских отношений, потому что они являются выражением души, глубины человеческой. Это не то, понимаете, такое, как говорят в народе, снюхались, а это настоящее. И вот для того, чтобы молодому человеку сделать этот правильный выбор, тут должны постараться родители, они должны воспитать, они должны помочь. А ведь сейчас представьте себе в Швеции сумасшествие какое. Там 70% по последней статистике, люди, которые не вступали в браке, вообще не планировали население. Более того, какой-то совет при государственных органах по рекламе осудил рекламу Макдональдса, там такая реклама была, где женщина, жена, вернее сказать, подает чашку кофе для мужа утром, когда он собирается на работу, и завязывает ему галстук. И вот ее, эту рекламу сняли, как очень неприличную рекламу, по той причине, что она эксплуатирует стереотип домохозяйки. Вы представляете, какое сумасшествие? А что подумают однополые браки, говорят они? Вы представляете, какое сумасшествие? То есть мы сейчас можем говорить о семейных ценностях спокойно, но если бы я говорил об этих семейных ценностях в Голландии, завтра вы приносили бы передачки мне уже в тюрьму. Это на самом деле очень серьезно. Слава Богу, что мы живем в большом государстве, и что здесь не могут толку навести, потому что когда начнут наветить толк, то тогда появится и ювенальная юстиция, тогда появится легализация однополых браков. Почему? Потому что у нас-то как будут все делать, наводить порядок? По образцу европейскому. У нас были уже проблемы с этой вестернизацией, или не такой вестернфилией, когда, помните, Петр Первый увлекся чрезмерно Западом. И что? Чем это закончилось? Это закончилось серьезной трагедией для души русского человека. Он до сих пор с трудом может себя идентифицировать своей традицией. Спросишь русского человека, и он ответит, во что ты веришь, как ты, вот кто ты, вот. Но он скажет, вы знаете что? Не случайно ведь единственный народ имеет форму прилагательного, в отличие от всех остальных народов, в форме существительного. Помните, немец, грек, там, болгарин и так далее. А вот как можно сказать в существительной форме о русском человеке? Скажите, пожалуйста. Нет, только прилагательное. Только прилагательное. А скажите, пожалуйста, есть еще хоть одно определение национальности в прилагательном? И поэтому мы ко всем прилагаемся. И кого мы только не празднуем. И празднуем японский календарь в России. Ну, говорят, какой ты не знаешь, какой сейчас год? Кого? Свиньи, крысы там или кого еще? Сейчас действительно уместно, как один из миссионеров сказал, поздравлять уже не с Новым годом, а с новым гадом. И все почему? Все потому, что русский человек постоянно находится с одним вопросом. Может быть, меня дополнит? Я думаю, что этот список еще не полный. Что делать? Это вечная проблема для русского человека. Россия большая? Вот с кем себя отождествить? Кому привиться? Перед японцем стоит такая дилемма? Или перед немцами? Или перед англичанином? Скажите. Да нет, конечно. Он скажет, да я немец, я англичанин. А вот русский, ну знаете, русский может быть и тем, русский может быть и сем. Поэтому он всегда прилагается к чему-то. С одной стороны, в этом есть некая свобода. Но с другой стороны, существует определенная зависимость. Время подошло к концу. 8.18.12. Мы как бы говорили о том, что регламент моей лекции час. Поэтому, если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Вопросы есть у вас? Что-что? Содержатель. Содержатель. Грани Господь вас. Ну что ж, надеемся, что мы и в дальнейшем будем встречаться, и говорить о семье, и о воспитании, и о других ценностях нашей Церкви. Грани Господь вас. Грани Господь вас.